и так как быть святым наверное это один из моих вот таких поставленных вопросов о которых бы о котором хотелось бы что-то сказать и так как иметь божественное совершенство какое оно для того чтобы быть святым человеком человек должен стремиться к тому чтобы быть как бог или быть совершенным как бог а что делает бог бог не вмешивается не в чью жизнь вы согласны с этим второе бог все создает то есть человек который сидит и ничего не делает он уже как бог несовершенный то есть для того чтобы быть как бог нужно как можно чаще что-то создавать именно поэтому творчество именно поэтому возможно что-то писать что-то создавать делиться мыслями это является для человека коз для влияет является является для человека очень важным таким моментом поэтому для человека очень важно движение сколько бы лет вам не было старайтесь создавать в бизнесе старайтесь создавать семьи старайтесь создавать что-либо старайтесь что-то делать потому что такое создание или такое создавание такое творчество такое материальная реализация она называется иметь возможность быть ближе к богу бог все делает сам а на себя самого рассчитывает и на себя самого рассчитывают если у бога помощников сразу же говорю нет потому что он самый главный самый важный тогда рассчитывает он на кого-либо нет а у кого-нибудь спрашивает нет а что-нибудь делает так чтобы кому-то было хорошо или плохо нет почему он рассчитывает сам на себя именно поэтому и человек на пути к своему духовному совершенству должен соблюдать такую концепцию исключительно рассчитывать только на свои собственные силы второй вопрос такой тоже связанный с духовностью где находится святой дух вот эти слова или вот этот кусочек вы его прослушиваете еще раз пока вы не запомните потому что то что я вам сейчас скажу невероятно тотально на сто процентов навсегда полностью изменит вашу судьбу вот то что я вам скажу сегодня навсегда полностью бедные вы или богатые плохо вам или хорошо заблудились вы или нет если долги или нет я хочу сказать вам то что я вам сейчас скажу полностью изменит вашу судьбу смотрите святой дух находится там где находится состояние радости а состояние радости есть состояние блаженства вот смотрите случае если вы чувствуете состояние блаженства в своей груди то в вашей груди находится святой дух случае если вы видите состояние блаженства в природе там находится святой дух вот у вас животное болеет вы его можете благословить почувствуйте блаженство в этом животном почувствуйте радость в этом животном не свое отдайте сами почувствуете и скажите ура таким образом вы благословляете и таким образом вы фактически приветствуете святой дух где находится святой дух там находится благость там все расцветает болеет ребенок или хотите убрать там порчи сглазы или хотите чтобы магазин торговал вот в этом всем вы можете создавать благословение еще раз каким образом там где находится радость там где находится радость блаженная ли блаженствующая там находится святой дух где находится святой дух там находится благость и это будет продаваться это будет интересным это будет нужным это будет еще чем-либо ощущать радость во внешнем мире проявлять во внешний мир святой дух осветить это почувствовать радость и счастье по-другому блаженство в предмете благословить это ощутить радость и счастье в ком-либо и сказать ура так человек получает благословение таким образом если хотите чтобы у человека была судьба хорошая посмотрите на человека даже вот у вас там сын или дочка они там выпивают или плохо себя чувствует как-то на протяжении дня представляйте их и представляйте будто вы в груди у них или в сердце их ощущаете благость ощущаете вот это блаженственная блаженственную радость и в этот момент говорите ну наконец-то ура пусть теперь так и происходит и это будет очень изменять человека но прежде всего найдите ее в себе прежде всего найдите ее во внешнем мире внешний мир это разряд который дается дает человеку возможность почувствовать вот такое блаженство в середине своей души в середине своей груди и тогда человек начинает ощущать эту душу он начинает ощущать ее как блаженство ощущаете душу в середине своей груди как блаженство как радость блаженную знаете в этот момент святой дух виде вашей души находится и вот в этот момент вы можете к нему обращаться и он будет все слышать только не жалуйтесь почему сейчас скажу здесь несколько слов скорее всего нужно сказать о праведниках праведный это какой праведный это человек живущий через состояние правдивости по отношению к себе и здесь важно не лживости честности без сама обмана праведность это духовная искренность и это вот очень важно для человека духовная искренность что такое греху предаваться греху продавать предаваться это хвалить страдания в себе и хвалить страдания в ком-то вот смотрите как это происходит вот человек кричит а вы ему говорите вот еще громче паре молодец ура теперь ты еще громче орешь это вы делаете вот что вы согрешаете вместе с человеком это вы сделали себя таким образом согреховным этому греху человеку таким образом быть благословляющим человеком это быть человеком который блаженство ощущает в каждом человеке другом и это таким образом он освещает или благословляет этого человека но нужно научиться самому в себе ощущать вот такое благословение ощущать его в середине себя такое благословение тогда и дух святой у вас будет и счастье будет вашей жизни это очень важно она истощается потому что внешний мир дает нам тоже вот такие элементы благости ну и когда вы начинаете страдать и начинайте хвалить страдания в себе то есть вот я дура зачем я так поступила вот блин сколько вот блин ура наконец-то я до меня до слушают тупая корова все вы совершаете грех вы предаете себя и этот грех считается по моему мнению одним из элементов или предпосылок которые могут опустить человека на самое дно нашего духовного роста то есть ниже дна быть не может то есть когда человек говорит это я виновата во всем виноват неправильно это он виноват или там еще что тоже неправильно мы как эзотерики используем вот такую духовную благость используем вот это блаженство проецируя его в другого человека